Все, на вкус не заплатите чеканной монетой. Мне тоже надо петь. Не обязательно. Короче, мы как блог, который отличается умом и сообразительностью. И типа еще мы чуть-чуть как будто бы женоненавистники. Да, стопудово. Да почему женоненавистники? Вы не дискриментируете женщин. Не вот ни разу. Итак, давайте познакомимся с департаментом антидискриминации женщины. Во-первых, сейчас будет дискриминация тюменских жителей. Потому что мы приехали к людям с хмалом. Так что, блядь, Димас местный. У вас конкретно. Ой, блядь. Я в Ямальском два живущих. Я сейчас ударил. Ударил опять. Нужно будет голову ебать. Короче, смотрите, давайте начнем. Сейчас пока Настя готова. Мы сегодня собираемся весь выпуск про отношения. Подождите, вот вы когда чай пьете с ложкой, вы глаз закрываете? Это говорит о том, что ты русский. Нет, это говорит о том, что у тебя была какая-то хуёвая ситуация с ложкой. Да, в глаз. Вы знаете, как один раз спалили немецкого шпиона? Потому что... Это старая шутка. Не шутка? Нет, это не шутка. Короче, пришел с... Потому что он, короче, присел и торчал. Он просто ни с того, ни с того, ни с того начал на немецком паячить, прикинь. Не, наоборот, короче... Здравствуйте, гутнтак, бейня. Все, проверка не прошла. Факт, ребята. Ну-ка, давай. Короче, прошел слух, что есть немецкий шпион. Немецкий шпион есть. И, короче... Это во время войны. Это во время войны, да. И они каждого, каждого подозревали, каждого. Воспалился он, знаете, на чем? Он, короче, когда суп ел, он не на себя, а от себя. Да, да, да. Что говорит об аристократических, типа, корнях. И, типа, его сказали, типа, начали колоть его и все. Вы что думали, бля? Я просто так, что ли? Я аристократ. Опять себя, да, наклоняешь? Ни хуя себе. Я вот так еще из тарелки выпиваю. Я говорю, два, давай еще. Батя с бодуной, прикиньте, бывает, знаете, как делает? Борщ. Он берет туда кастрюлю. Пивает жижу, бля, пьет гофь. Я вам рагу приготовил. Ты понял, как... Можешь еще этим половником холодненький, как-то. Ты можешь не услышать начало вот этого похмеления, там, сбивания бодона, но концовку ты точно слышишь. Гроулеру тебе бать достойно. Ой, я вот, вот видите, 8-го до 7-го, я вот вчера женился. Да? А я поза-поза вчера. А в этот день мы отмечались. А мы в этот день, на второй день приехали, бля, и никого не было. Все потому что так нашевырялись конкретно вообще. Супер. А два года назад? Три получается. Три года назад. Три года назад. Так это звучит, типа, вот я тогда женился. Как будто похоронили мы отношения. А я потом через год развелся, через полтора. А я нет. И, кстати, Димка, на следующий день после твоей свадьбы должен был приехать мою свадьбу вести. И я помню, что Шмид уже приехал, такой расползался, а дядя Дима, я не знаю, я до него дозвониться не могу. Я говорю, как приедет. Да я знаю, где Димас был. Да, спал. Я украл подружку невесту. Да, да. Да, было здорово. Короче, есть и новость. Было здорово. Было здорово. Короче, новость прочитал, пиздец. Ну-ка. Пост про коров я тебе рассказывал. Да, да. Короче, есть у нас одна сыроварня в Тюмени, короче, Ингала называется. Она выпустила такой пост о том, что спасите, пожалуйста, коров. Типа, у нас никто не покупает сыр, мы не можем платить фермерам за молоко, и если мы не сможем платить фермерам за молоко, у коров не будет кормов, и придется все стадо перерезать. И в конце, и в конце, Ингрид, чтобы спасти коров, заказывайте доставку нашего сыра себе на дом. Да, да, да. Это какие-то определенные, определенного рода коровы, типа, которых нельзя убивать. Просто их можно? Нет, кровожадный маркетинг. Они не вкусные будут, так сказать. Почему это? Почему? Ну, разные же коровы, одни для молочки, типа, другие для наобой. Да. Ну, типа, у одних больше пробега просто, ну, прикинь. Там, ну, и живирность у них разная, ну, типа. Не, ну, понятно, что она не будет там мраморная, грубо говоря. Мраморная, знаете, как добиваются коровы? Стекает кровь как-то. Нет, они просто очень плотно живут. Да, они, ну, не ходят просто. У них там загоны конкретные, их очень много. Это как по... Они ходят, просто, ну, стоят, типа. Стоят и жирнеют просто, ну, как люди. Они просто по корове молодой семье по программе купили квартиру. Да, поэтому, если из вас кто-то, ребята, кто-то жирный, говорите, я не жирный, я мраморный. Если у меня маленькая квартира, у меня вообще... Маленькая. Я конкретно, у меня вот в этом, в Ямальском 2 живу, у меня там конкретно, я мраморный стану. Вы так понимаете, почему я дрыщ? Ненавижу мрамор. Большинство квартир сейчас строят, типа, ты открываешь дверь и по окно сразу. А ты поддерживал карантин, приехал ты с отпуска? Я приехал с отпуска, я думаю, что ты специально дальше от меня отходишь. Так уже две недели прошло, мы бы уже передохли. Мне звонили сначала полиция, мне звонила, типа, ну, я не взял трубку. Как-то я почувствовал. Какой номер был? Типа, 3 девятки в начале, им обратно нельзя перезвонить. Короче, сначала... 3 девятки в начале, дальше это мусора написано. Номер такой. Пиздец тебе. Нет, потом 6, 6, 6. А потом, короче, самое интересное, ну, короче, потом я почему узнал, что это менты, потому что батя тоже звонил этот номер, типа, спрашивает, вот, приехали с границ, как чувствуетесь, проверку домой надо, там, и так далее, сказали всю вот эту тему. А потом мне перезванивает департамент здравоохранения. Ага. Типа, вам звонили из полиции? Я говорю, да, но я не успел телефон взять. Ага. Ну, понятно. Ну, всё, до свидания. И всё? Да, и всё, вот, вся работа. Строго. 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 Это вы видели в видео? Почему? Я знаю другую историю. Когда девочка приехала, и её прям посадили на жёсткий карантин, она отсидела добропорядочно 2 недели, потому что она тоже, типа, блогера, и снимала, чем она там занималась, про доставку, про всякую такую фигню. И она говорит, что почти что каждый день приходил врач и спрашивал самочувствие, всё записывал. У неё взяли тест на коронавирус, он пришёл отрицательный, и она должна в понедельник выйти на работу, и оп! Общий карантин. И опять села, да, на коронавирус. Прикольно. А вот вы смотрели видео, где, как проверяют температуру дилетанты, как профессионалы. Да, да. Там, типа, примеры из Китая, там, типа, в Китае там останавливают водителя, у них даже прислонять не надо, типа, на расстоянии. Там, в Корее, типа, термо... Тепловизоры. Тепловизоры встречают, там, и там ещё где-то в Америке тоже какой-то супер градусный. И у нас в России стоит, брат, тихо, на входе. Так, температура есть? Да-да-да, я видел. Нет-нет, нет-нет, ну всё, чё. Серьёзно? Да. Я тебе так скажу, братан, у них в Китае айфоны собирают. А у нас чё? Собирают? А у нас етафоны. У него в основном етафоны. И то уже закончили. Нет, больше етафонов. Да, конечно. Как Фоменко ушёл. У нас собирают налоги в основном. Да-да. Фоменко не ушёл, а уехал на Маруси. Да, китого етафоны на Краснояр. А я слышу вас всех, да? Да, печально. На Маруси уехал записывать джингл для русского радио. Если дома вас щибят. Или чё, какие у них шутки-то? Чё с коровами-то делать, действительно? Я всё равно слушаю, мне вообще интересует, что всех уже подубьют сейчас. Давайте. А вообще, чё за тема, типа, вот коровы, мы же сейчас обсуждали это вот. Да когда блядские коровы. Типа, если доить их дальше, да, то они будут всю жизнь жить. А почему обязательно сыр? Можно же сметану, лаку. Дело в том, что это просто сыроварня хочет себе продажу увеличить за счёт вот этого говна. За счёт бедных животных. За счёт такого кида, да. Да, просто это... Да, ну это очень глупость. Чтобы коровы не умирали, не надо их выращивать лично. Да, да, да. Самое, что интересно, я просто думаю, что это пиздец как неэффективно. Потому что вот человек будет думать, как жалко коров, закажу сыр, и так это будет работать. Ну, они думают, что да. Ну, наверное. В большинстве же случаев вы просто... Если показать людям эту корову, которая сейчас подохуевает маленько. Да, и приклеить губы, как в Тик-Токе. Ты никогда в жизни показать её сиськи, никто не захочет кушать сыр. Да, я не пью это. Никто сто процентов не захочет кушать сыр. Да блин, они вообще... А люди в курсе, что типа ненормально корову доить каждый день, ну постоянно. Типа у коров, ну как всё равно с у женщин, у неё молоко только для ребёнка. Да. А для чего, почему, типа каким образом добиваются... Ты вообще в курсе за молочную? Сейчас. Вы же не стоеды, вам же похуй. Корова, типа, у неё не бывает постоянно. Да, постоянно не бывает у неё молока. Ну не может быть. Ну значит её хуярят, кормят? Кормят, осеменяют её, короче. Чтобы специально было молоко у неё вырабатывать. У неё молоко так же для телёнка. Она рожает телёнка, телёнка сразу забирает мамки. Если мальчик сразу же. Чтобы она доила. И всё. Если мальчик, его сразу под нож. Да. На телёнку. А, всё, прекратите. И маму в ахуе. Да. Зачем нам, типа, бык, если у нас есть Валера с длинной рукой? Только и Валера с пакетом. И она, здорово! Ик! С ней никто не здоровается в деревне. Привет, Валера! В таком пакетом ходит. Блядь. А теперь у чувака униформа получается. Ну типа, ребята, покупайте сыр, мы продолжим мучить коров дальше. Вот, ну, по сути, если все эти приколы. Валера, у него кличка, знаете, как Валера-Бычий хуй. И девки думают, потому что след большой. Все с ним пересстричались. Осеменитель, да. Все такие. Да, такие. После ночи с Валерой такие звонят подружки. Типа, а че он бы чихутен, че-то? Они к Валере прискакивают, такие, приходят. Валера с ним снимает, такие, вот такой, погоди. Ну, держись, да. Я Валера, но мне многие называют Пеття. Пеття через две Т. Какая-то народная поговорка после фестинга, кулаками не машут. Настюх, короче, расскажи немножко. Да, че за тема про дискриминацию? Мы ничего, че мы такого говорили? Я смотрю ваши выпуски, да? Что вы говорите про женщин? Про женщин, девушек, про отношения. Вообще, в принципе, вы, короче, догоните. Да, понятно. Нет, ты вообще себя как-то в комментариях... Подожди, аргументируй. Давайте возьмем какую-нибудь конкретную тему, которую вы, да, обсуждали. Мне вот вчера с критикой мама позвонила, потому что это... Я сказала, что там про бабушку твою, говорю, типа, ну, что, наследство, типа, там, туда-сюда. Это я ей пытался объяснить, типа, это, ну, художественный образ, типа, это просто, типа, стереотип есть такой, я его просто подсвечиваю, типа, что не мое это отношение к его бабушке или своей бабушке, или чей-либо вообще бабушке. Это просто, типа, вот говорю, депутат жирный, типа, не... Если мой пап депутат, допустим, был бы, и не был жирным, допустим, и не брал взятки, это не значит, что он берет взятки, значит, что есть такой стереотип, и первое, что приходит в голову, типа, наследство, когда строится, ну, какая-то цепочка или сюжет, или, короче... А мамочка, все, попал. Все, мама такая, ну, нет, так, типа, нельзя, там, туда-сюда. И потом я этот, после разговора я понял, сука, э, мама... Че за предъявы-то? Вы всю дорогу ржали над анекдотом, когда девочка сидит и не может включить мультики, у нее нет ручек и ножек, типа, ну, и мультиков тоже нету, соответственно. Вы че, ржали над безногей и без рукой, девочка? Я бы поражал бы. Помните этот анекдот? Я не помню, судя, но типа... Нет, нет, нет. Его, по-моему, не Квучич рассказывал. Нет, смешной анекдот, когда, типа, этот, в дом, детский дом для инвалидов, короче, пришел Дед Мороз и начал раздавать подарки. Вот тебе, там, мальчику без рук баскетбольный мяч, вот тебе мальчику без ног футбольный мяч, и мальчик такой без рук без ног его вкатывает, он такой, ооо, скакалка! Ну, батя охуенно этот, слышал, что уже мама там накаляется, батя взял трубку, алё, сынок, так, чё мама сказала? Я говорю, так-так, так, ну всё, мать сказала, значит, ты долбоёб. Всё, давай, громкую связь ставлю, извиняйся. Так вот, про стереотипы. Вы мыслите слишком стереотипно, женщина. Да нет, наоборот. Вы говорите о том, что девочки, типа, принцессы, да? Зачем, типа, нам быть принцессами, что все хотят какой-то сказки и всего остального. Так? Такой был бы, да? Да, да, всё. Я вас буду подтягивать. Да, кстати. Нет, что, типа, многие, многие девушки. Многие. А я тебе объясню, почему такое. Потому что нам пропаганда идёт с самого детства. Есть принцесса, есть принц, да? Все американские фильмы про любовь, все говорят о том, что вот такая вот девочка вся несчастная, и попался в блюдо какое-то, который пришёл её, там, обидел, потом она его простила, любовь. И всё идёт по одному и тому же сценарию всё время. Поэтому девочки смотрят на эту сказку, и это, понимаешь, закладывается чуть ли не тебе с пилёнок. Ну, так это же... От каждой принцессы тебе хочется вот этого какого-то волшебства. И поэтому девочки не верят волшебству и хотят и стереотипы. Например, как-то я смотрела в интернете, как мультики пропагандируют образы, да, в наших головах. Какая должна быть принцесса вот с такими глазами, вот с такими губами, обязательно с осинной талией, да, с такой грудью. И тут же на заднем плане... Ассасинная вся получается. Да, ассасинная вся получается. И показывают, значит, рядом женщину, да, у неё трое детей, она такая вся страшная, с каким-то носом, знаешь, волосы растрёпанные. И это сразу стереотип вызывает, потому что, ну, так, типа, ну, зачем это? А вот она поёт, такая вся воздушная, классная, все дела. Нет, так мы наоборот и говорим, что это стереотипы, навязанные вам, навязанные девчонкам. А как от них избавиться? А вам всем стереотипы, мальчикам? Нет, я не говорю, что, типа, не надо всё и... Стать старше, сейчас просто я девятнадцатилетний джанг ютуб. Да сейчас... Да, потому что он знает, я принцесс. Сейчас и реально мальчиком можно стать. Короче, мы высмеиваем то, что... Не высмеиваем, я говорил про свадьбу, у нас вообще весь базар был, типа, что не нужны свадьбы, что нафиг не нужно. Нужна свадьба. Соответственно, если, типа, хочешь это, хочешь какого-то, ну, ощущения принцессы, значит, тебе этого не хватает в жизни. Свадьба – это день рождения семьи твоей. Это, как тебе сказать, как говорит мой папа, у каждого мужчины должна быть своя женщина в белом платье. Ну, это такой день, даже психологи говорят о том, что все всегда пары воспоминают с любовью, с какой-то теплотой. Не обязательно, чтобы это было что-то шикарное, невероятное, но этот день должны вы провести вдвоем так, как вы хотите. Ну, мы, например, с Костялом, мы поженились с ней восьмого, когда мы праздновали, мы поженились шестого, мы пошли вдвоем, поженились в кроссовках, в футболках, просто нам было прикольно. Мы оттуда вышли, поехали, сдали волосы, которые я взяла на прокат, и поехали в гардность пить кофе. Ну, говорит о финансовом положении, кто-то лимузины берет. Вот ровно то же самое. Нет, ну вот ты говоришь, типа, воспоминания, чтобы воспоминать. Да, это крутое воспоминание. Значит, нечего большее вспоминать. Нет. Да, не так. Да, сто процентов. Да, потом еще 500 раз ездили куча воспоминаний крутых, но об этом, нет, должно быть тоже воспоминание какое-то, такое классное, ассоциативно классное должно быть восприятие у тебя, то, что у тебя был такой день. Ну, нет, я говорю о том, что это не обязательно, ты можешь воспомнить. Он же может быть любой, но он должен быть. Да, но не обязательно, типа, роспись, например. Вообще все вот эти штучки, это можно, я не говорю, что это, типа, вообще не надо. Это можно, но это не обязательно, я про это топлю. О том, что люди не живут, люди живут от праздника к празднику. А девочки, девочки, любой, знаешь, есть такой, типа, уверенность в завтрашнем дне. Почему-то у девочки, опять же, сложно с стереотипами, потому что нам с детства всем говорят, тебе нужно выйти замуж, родить детей, там, пятое-десятое. Тебе, когда начинается пеленок, говорит, что тебе нужно выйти замуж, какой-то у девочки в 25 падает тумблер о том, что ей обязательно, срочно нужно выйти замуж. И вот она начинает просто все подряд. За этого нет, за этого нет, за этого пойду. И уже не рассматриваешь за кого именно. И уже, да, уже особо не рассматриваешь, да, особо кто позовет, как говорит. Просто люди... Нас учат, ну, типа, вообще воспитывают люди, которые жили абсолютно в другое время. Вообще в другое время. Вообще, как вот у ТГК была песня такая, куда идти после института, там была прикольная фраза. Нас учили зарабатывать люди с микрозарплатами. То есть нам навязывают те стереотипы, которые были раньше. Такая книжка есть, бедный папа, богатый папа. Да, люди не читают, ну, в смысле, не думают. Они вот им сказали, значит, так... Ну, то же самое сейчас с этим вирусом. Они вообще не анализируют ничего. Просто вот сказали, все, ебай, сижу нахать, и я ответственный гражданин. Там говорится о том, что, типа, учителя, которые нас учат в школе с мизерной зарплатой, не могут нас научить зарабатывать большие деньги. И родители наши, если они не зарабатывают огромные деньги, они тоже нас не могут этому научить. Вот о чем говорится. Ну, вот про это я и говорю, что зачем нам сейчас навязывать стереотипы, по которым вы жили раньше. Нас воспитали с ними. Ну, я понимаю, но это стереотипы. И чем раньше люди освободятся... Ну, нет, тут понятно, что стереотипы... Очень сложно от них избавиться. Похавайте грибов. А что, правда? Сразу, я не ел, я не ел. Правда, вы думаете, что кто, типа, не зарабатывает сколько, кто не сможет научить? Короче, нет, тут дело не в том научить. Смотрите, это как... Мы же получаем вот эти знания, грубо говоря, не в школе, а в университете. И в университете там даже различия в людях, которые преподают информацию. Есть учитель, который тебя учит, а есть преподаватель, который тебе дает информацию. И твоя уже задача брать или не брать, пользоваться или не использовать, потом использовать или нет. В случае с учителями, да, именно в школе люди, которые... Мы обсуждали там в каком-то из выпусков о том, что... У которых проблемы в целом, как они могут что-то вот такому научить, потому что самые ужасные люди в этой вселенной это заучи. Ну, да. Мне так кажется. Одну зауч знаю, нормальную только, и все. Такое сказавство. Одну зауч знаю. Одну зауч знаю. А у нас всего она была одна в школе. Да нет, не, он не про своей. В караоке заходила. А, там про нее и глядя. Да-да, про нее. Она прикольная. Она прикольная, да. Вы знаете, что она и в школе, конечно. Человек дома и на работе, это абсолютно два разных человека. Это сто процентов. Ну, я вот вообще один в один. Компет, работаешь с нами в строительстве? Ну, смык, где я работал. Ну, я работал в лагерях, и работал на радио. Ну, это другое. Ну, типа, я занимаюсь тем, что мне прет, и все. Ну, я понимаю. Но вообще, в принципе, другое. Если человек занимает какую-то должность, там, любую, да, какой он на работе, какой он дома, это абсолютно два раза. Нет, это естественно. Ну, я в жизни не промолчу в какой-то момент. И если на работе мне какой-то начальник скажет что-то, ну, или просто какая-то возня начнёт. Все сидят там, такие, молчат. Я никогда в жизни не промолчу. Поэтому никто из нас не работает. Ты что, на сервере? Ты что, путаешься? Из-за этого, да. Я тоже, типа, не... Поэтому никто из нас не работает. Я вот максимум полтора года работал. Вот по нашей системе, не управления, как это сказать? Система координат. Да, короче, система ценностей. Кадров. Система. Кем становятся начальники? Да. Какие люди становятся начальниками? Жаполизы. Толстые. В основном. Жаполизы, да. В основном. Ну, нет, есть, конечно, исключительно примеры. Ну, как сказать, угодные для более высокого начальства. Так, хорошо. И потом эти люди также, они же руководят, так скажем, коллективом. Во-первых, у нас очень сильно во множестве организаций, тем более бюджетных и государственных, стукачество вообще очень, прям, как сказать, ценится. Ну, не ценится. Ценится вообще. Ну, кем? Начальство? Ну, у нас президент стукачом был в университете. Вы не знаете, что ли? Он же стучал в КГБ на всех, типа, кто против Советского Союза был. В каком университете он? В основном, в юридическом. Ну, в Питере. Президент у нас в каком психозе? В Питере в юридическом учился. И вот сразу его взяли дзюдиком сначала. Ну, и потому что он спортсмен был. А потом он начал стучать в КГБ просто на тебя. Ну, типа, это пятое дело. Таких примеров, да. Ну, кто стучит, типа, кто... Мне мама с детства говорила просто. Вот, надо, чтобы, типа, добиться чего-то. Надо там где-то промолчать, там, в жопу подлезать. Но я видел, как она себя ведет. И, как бы, снимал с нее пример, что она такая же была. И, как бы, мне вообще не дерзануть человеку, который тупой, но это как-то... Мне потом будет... Это, знаете, как после драки или после какого-то, там, разговора, ссоры, ты такой вечером сидишь, находишься. Надо было так сказать. Да, да, есть такое. Я вообще напихиваю сразу. Я лучше напихаю, потом буду, блядь, что же я наговорил. Чем потом, ладно, было так, и убогнуть. Короче, вы в курсе, что никто ничего не знает, что делать вот в таких вот организациях, как паспортный стол или вообще какие-то вот МФЦ? МФЦ, вы в МФЦ прийдете, и люди такие... Какое окно номер три? Ну вот там... Три, это после двух. Во всех. Я больше, скажу, мы пришли сюда в МФЦ с мамой, мама на пенсию уже, и мы... Надо было прописаться здесь всем в доме. И прикол в том, что девушка, которая сидела за окошком, не знала документы, и мама у нее взяла галочку, отметила, кому из нас расписаться? За нее заполнила все документы. И это был прикол в том, что она еще сидела и смотрела, по-моему, правильно, мама, правильно. Не по-моему, да. 100% не правильно, я 25 лет там проработала. Еще она говорит мне, так, распиши здесь, здесь, здесь. Я поржала, конечно, а та сидела... Я работала в паспортом столе тогда, когда МФЦ было просто буквами. Это точно. Которые стояли не в порядке. Ну вот, а так, ну, есть, допустим, МФЦ, которые личные, там, какие-то документы, там, за грани, элементарно, там, еще что-то. А вот по поводу проватизировать квартиры и так далее. Да, все туда же. Жесть, короче, какая была. Мы 18 лет не могли проватизировать квартиры. Проватизировать. Нет, приватизировать. И я даже не знаю, правильно ли я говорю, потому что... Правильно? Правильно. Правильно. Короче, там какая тема была у нас была? Общага. И показали две комнаты по соседству. Типа вот это или вот это. Типа выбирайте. А общага для железнодорожника. И, короче... Чучу-чучу-чучу. Батя ради прикола сказал такой, давайте две. И она говорит, ну, забирайте. И все. Мы заплатили. И просто в этот же день сделали дыру в стене. Это в комнату, в которую... В комнату, да. Там две комнаты было. Ты же был на Войнах Киудинус? А, да. Знаменитая Бладхата вообще. И, короче, две комнаты, а по документам одна была всегда. 220-я квартира. Общая. У всех комнат у нас квартира. У вас еще адрес, скажи. Станционная 36А. А, да. Первый подъезд. Там уже живут другие люди. Короче... Которые идти к ним в гости. Лучше не надо. Кто там? Ну, там... Ладно. Войновка. Войновка, да. Коренные люди. И, короче, 18 лет не могли даже, наверное, больше именно узаконить вот это, то, что у нас две комнаты. Потому что это незаконная планировка, типа, все дела. 18 лет. Это просто сбор документов, постоянная переделка. К разным специалистам переходила. 18 лет не делала. Ну, так это... Какое, нахуй, МФЦ? Бюрократия называется? Да, да. Ну, вообще, в любой конторе государственной, там, люди вообще, инициатива, слово, они такие, что такое? Пока не скажет, кто-то сверху, а сверху ждет сверху, сверху, сверху. Потому что инициатива, знаете, что делает? С инициатором. Да, да, что-то сложное. Какие-то у тебя такая сложная ситуация, и ты, натура, снис... Короче, вот ты не сидишь там, вот, и ты не знаешь, что делать. Возвращаясь... Так почему происходит вот эта пешка, возвращаясь, потому что мы, вот, возвращаясь к предыдущему выпуску, мы боимся ошибиться. Да. И мы, мы, что-то, я затуплю, мне что-то, меня убьют здесь. Да, лучше ничего не сделаю, типа, да? Скажу, ой, да, что-то там на выходной, кто-то там, непонятно. Да, в следующий раз приду. В 30. Сегодня видел, короче, сейчас же всем, ну, оплачиваемые выходные предоставляют, и там кого-то увольняют, кого-то, типа, ну, не по статье даже, типа, ну, по сути, незаконно. Она не напишет заяву, что суды не работают, по почте не отправить, почта не работает, в интернете не отправить, потому что сайты падают жестко. То есть, ты вообще конкретно, типа, все нормально, неделя оплачиваемых выходных, кайфуйте, все, вас никто не уволит, уволили. Что-то, что-то не мои, не рассчитали, походу, немножко. Да. Наоборот. Вы видели, кстати, чувак из этой, как это, больничка какая-то в Москве, которая инфекционная. Коммунарка. Коммунарка, да, главный врач заболел. И тут фотку показывают, короче, как он стоит прямо рядом с Путиным. Да, за пару дней до этого Путин туда приезжал и был непосредственно с ним. Спускались по эскалатору, а сзади песков только в маске. Манг песков в маске. И, кстати, Путин пропал из вида, потому что позавчера или вчера Медведев обращение к народу. Да, я тоже. Кто ты такой? Ты вообще кто? Ты вообще, да. Почему не Мишустин? Мишустин тоже в дело вообще. Ну, а кто Медведев такой? Кент России. Друг. Свой. Да, свой пацан. Родственник. Держитесь, там денег нет. Я отработал уже, скажу честно, сидите на хате, классно все будет. Это очень смешно. Я просто прикол, ты вообще на туре, ну кто ты? У пацанов, как это называется, где без руки ты этот стендапер? Треха детков. Как у них называется? Холдинг. Лейбл. Лейбл. Вот у них вот этот прикол был, что Медведев это тот сосед, когда у тебя свет выключается, и он приходит и такой, о, у вас тоже, да? У вас тоже? Все, вот тут Медведев. Что, получается, вы говорите, Путин, может, умер уже? Нет. Заболел. Реально в Симпсонах был такой прикол, что по всему миру идет крах какой-то, и типа где-то в СССР, и там типа Ельцин такой, пацан, разбивает такой, и пошел. Бля, вчера... Ой, я сказал Ельцин? Ленин. У этого, как зовут? Ельцин, Брис Николаев. У Касицына у Ромы, стендапера, он делает конкурс, типа, кидает новости, там все пишут комментарии смешные, и вчера была новость о том, что трезвая Россия хочет запретить продажу алкоголиков, что там повысилось цены, и победил комментарий, или второе место занял, написал, типа, при Ельцине такой хуйни бы не было. И Рома написал, я бы бы убрал бы. Очень смешно. А еще про партию как раз, справедливая Россия закончила свой политический путь, где Миронов... А то они прям так уверенно шагали. Шагали, да, блин. Ну, зачем-то они существовали, они же вообще ничего не сделали в Думе, или сделали что-то. Ну, они создавали видимость системной оппозиции, ну, в любая партия, которая не Единая Россия. Которая численность меньше, чем Единая Россия, конечно. Кто там, КПРФ, сейчас ЛДПР остался. КПРФ? И тут Жириновский говорит, типа, и вот в 24-м году буду баллотироваться. Куда ты будешь баллотироваться? Буду погибать, молодец. Буду. Ну, максимум, там, я не знаю, на, блядь, завхоза в доме престарела там. Я вообще перестал обращать внимание на этого человека, когда увидел видос в Ютубе, где он с поезда по птицам стреляет. О-о-о. Едет поезд, он такой, вот, вот они, спрятаешься, смотри, очень люблю охоту. Ты, о, я в голову срезал. Он едет реально вот где-то по средней полосе, где-то примерно России, и там из поезда едет один там в кафе и что-то там рассказывает, достает, у меня и стреляет из проезжающего, ну, этого, ну, блядь, плацкарты. Блин, у меня тут в деревне с жителями война за собак. Почему? Ну, потому что есть бездомные собаки в деревне. Как у нас проложилось от Жириновского. Да, к собаке. Харки как. Тема псов продолжается. А что за война? Очень много бездомных, ну, не очень, уже намного меньше бездомных собак, и у Костиных родителей, они здесь живут недалеко, дом, и у него нет одной части забора, и мы с Костей, короче, сколотили будку, потому что бабушка подкармливает животных, а зимой холодно. И я Костю попросил, он сделан теплую будку, чтобы там собаки могли спать зимой. Ну, и так, когда дождь, где-то укрыться вообще. И не только собаки. И не только, там их даже по три часа штуки набиваются. Какое вообще? Я с ними рублюсь, у нас есть чат деревенский, и там рубило происходит просто, и они мне все тыкают тем, что у меня нет детей, и я этого не понимаю. А что, а в чем, типа, у меня вот есть ребенок, как я должен понять, что можно отстреливать собак? Типа опасно? Да, опасно, что она не может ходить здесь по деревне, эта собака, типа, держи свою собаку у себя во дворе. Да как она не может? Это, блин, это же собака. Она злая, потому что вы, гниды, ее, типа, так сделали. Да, да, сто процентов. Наша же тут тоже живет, или одна, или две тут собачки. Да? Да, вот здесь вот 18 собак было, короче, под этой, под плитой. Мы с женой съездили, короче, раздавали оттуда. Да, я видела. Вот, забрали. Не было бы у меня двух, я бы забрала. И вот, и развозили, короче. Ну, проблем много с этими собаками. Там, короче, из-за чего вся эта делюга, вот, допустим, типа, вот, откуда здесь тоже собака, грубо говоря. Оттуда же, может быть, тоже. Ну, люди выбрасывают, безущественные. Ну, короче, охранники. У них, типа, собака, этот пацан. И он подходил, я с ним базарил, но он ничего не понимает. Ну, никак не объяснишь. Просто невозможно, вот, невозможно. И он не кастрированный, получается, вот этот, его кобель, который там. И он не на привязи. Типа, ну, либо то, либо другое сделайте, типа, что-то, логично же. И тогда не будет вот этих щенков, типа, никогда не будет собак. Блин, в нормальных странах, вот в Грузии, ну, помнишь, когда ездили, там все собаки не чипированы, типа, они все, там, с большинством стилизованных. У нас тоже можно чипировать, типа. Да, ну, если там, бездомные, да, все, но они гуляют нормально, все нормально. Послушай, там, в Германии есть у тебя собака, у тебя, ты плачешь налоги за нее. И если она у тебя сбежала, ты гулял в отведенном месте, она у тебя сбежала, огромный штраф приходит. О том, что, если ты ее за ней не убрал, тоже огромный штраф. У них насчет животных все очень четенько прописано, и это очень круто, на самом деле. Потому что, когда здесь стреляли собак, у меня, мои две девки могут делать подкопы, и они один раз украли курицу у соседа. Мне пришлось, за нее заплакать. Причем очень снежная эта история, что одна просто на палеве стояла. Одна стояла на шухере, а другая сделала подкоп и украла, задушила курицу и вытащила ее. И когда выбегался хозяин, получается, с животности, увидел, как та чешет уже, а та стояла на палеве и по сторонам, короче, он ее цапнул. А мы в это время, мы же не знали, где вот они сделали подкоп, убежали. Мы поехали по деревне искать их. Я смотрю, как моя собака несется вот так с курицей в зубах, счастливая просто, счастья нет предела, да, было, девчонка. Я страха, короче, хватаю ее, выдергиваю эту курицу, кидаю в траву, собаку в машину, закрываю, и такая, типа, нас никто не спалил. Заезжаю до дома, думаю, надо эту дому оставить и идти вторую искать. Я смотрю, идет дядька с моей собакой, как ее держит на шкале. Ваша собака, говорю, моя. Они у меня украли курицу. И я вот этими глазами видел, типа, платите деньги. Я говорю, сколько? Косарь. Косарь за курицу. Я, короче, ему, а ты, тёг, я говорю, косарь, скажи, как, говорю, девки, ну вы на этот косарь могли так пожрать, а как крестик сходили, блин. Ну за что? Ты еще за курицу? Моральный ущерб. А за что? Вот правильно, это настоящая цена курицы. Ну, типа, реально. Ну, курица стоит... Давно ты заглядывал на курицу? 200 рублей. 200 рублей в магазине. Это плохая курица. А вот настоящая курица. Да они худенькие. Они-то покупают цыплят, они нам выращивают. Я, знаете, слушаю все ваши историки. Нет, нет, Ромчик, я тебе говорю, те же самые курицы, в основном, все, кто сейчас на хате выращивают куриц, это беспонтовые курицы, такие же с этого. Их покупают бройлеров, маленьких цыплят. И кормить их надо только почти таким же кормом, который кормят на фабриках. Нет вообще нормальных куриц, очень мало сейчас. Знаете, что я понимаю? Вырастают такие же, они на другом корме не растут и умирают, короче. Я же к бабке ей занавеси рассказал. Как минимум, в чем плюс курицы... Домашние? Ты хотя бы знаешь, чем ее кормишь? Первое, второе, типа, вряд ли у него были деньги на стероиды. Ну, да. Корм, корм, Ромчик, они специально кормят, ну, хотя бы этот. У него их 20 штук, и он один, и он их видит. Ну, да. А на заводе никто не видит. Типа вот 150 тысяч куриц, и ты ни хера не видишь. А что с ним делать? Тебе зачем их займутся? Ну, что-то вдруг она заболела кто-то, а ты не видишь. Ну, не какой-то есть мониторинг там. Если кто-то заболел, то все, сразу по голове все. Ну, шти в Ашан сразу. Вот в Ингалу, блядь. Да, в Ингалу. Короче, знаете, что я подумал? Что вся эта суета, вот этот вирус, вот это все, что я сейчас. Ну, послушал все ваши информации. Возможно, это просто, чтобы всех шизофреников вытащить на рыбу. Потому что делают весной, и весной у них обострение. А есть некоторые шизофреники, которые хуй спалишь. Я работал как-то прошлой весной в Омске в торговом центре. Работал с 10 до 10, и я никогда не видел столько сумасшедших на одном почте. Реально, ну типа ненормальных людей. Я не в свободном направлении. Гуляют и так далее. Возможно, для этого. Блин, да вообще, я хотел вчера загуглить, короче, что-то как-то меня что-то отвлекло. Ну, посмотреть какие-то события, что происходило после эпидемии всяких. Хотя бы вот за последние 20 лет. И что-то не посмотрел. Но про свиной гриб я точно знаю. Свиной гриб в России, когда объявили, всех свиней домашних вырезали. А потом, брык, появился агрокомплекс, который этот ткачок сначала держал, потом Кабаева сейчас держит. Появился агрокомплекс, и все, и салам алейкум. А знаете, какой сам прикол? Ездили на тачке по хуторам, по деревням всяким. И включали какой-то прибор, который ультразвуковую волну закидывал, и свинья визжала. То есть, спалили, короче. Говорят, приходят, тык-тык-тык, у нас нет свиней. Они втыкают, свиньи начинают визжать. Все, вот, добрый вечер, вырезаем свинью. А свиньей забирают. Это так же, когда заходили в дома немцев, проверить евреев они не это. Включали вот разок. Бросали звон монет. Да, деньги кидали, ты такой. Евреев. Сразу глазком, ты. Не удержался. Сука, ладно, ведите. Самый прикол, что мясо, короче, мясо, ну, свиней забирали, и потом продавали. И все. Я, кстати, заболела тогда гриппом. Да? Да. Жестко было. Да. Знаете где? В богачах. Нормально же выжил. Что, как симптомы свиного гриппа в Киеве были? Очень жесткая температура, прям недельку, прям в сорокет. Я помню, прям не очень хорошо было, да. Я приехала на встречу выпускников, школу закрыли, ну, какая, ну, зачем нам школа, если мы можем все в барухе встретиться, так, какая разница. И вот я на следующий день проснулась, уже с такой дикой температурой, я просто офигела. И прикольно в том, что мама, я говорю, у меня крутит тело. Знаете, когда в сорокет, ты вроде нормально себя чувствуешь, но тело прям все ломает сильно. Мама говорит, я знаю чудесное средство, называется борщичук. И она мне, короче, натерла ноги, которые, и оно так пекло, что я бегала по дому, вытаскивала водяру с этого. Или, ну, поняли, алкоголь какой-то, и вот так мясо к ногам прикладывала, потому что такой же скатч был. Да, недельку, и я должна была давно уехать сюда, в Тюмень, но пришлось там про карантин, переболеть, и потом так приехать в Тюмень. Был ли такой жесткий карантин, когда был свиной грипп? Нет. Да нет никаких, не было никаких карантинов жестких. Кто сказал, что участвует свиной? Ну, в больницу пришла, и вот подтвердили. Я и моя подружка в КГЛМ тоже уехала, она тоже с такой же болячкой, мы обе с ней подцепили. Не, сейчас вот, когда карантин закончится, люди повыходят, и вот, блядь, они поймут, к чему это все было. Это вот, типа, для них прикол, типа, сейчас самое страшное, это сидеть и, типа, переболеть. Для них это самое страшное. А вы выйдете с хаты, фу-фу, ребятки, что будет, ебаня. Да, будет какая-то. Вспоминайте, 98-й год, там, дефолт и все, и туда-сюда. И не только в России, в мире во всем мире. Да, 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 но в России полный выбор, полное очко конкретное. Ну, сейчас очень сильно нефть упал в цене. Как конкретно? Мы и без коронавируса бы не вывезлись. 13 долларов за баррель. 13 долларов? Да, грубо говоря, пару баррелей купить. Нефть-бренд стоит 20 копейками, типа, ну, всегда, по которой равняют цену. А наша, Юрлс, которая российская, она стоит 13 баксов. В Европе мазут дороже стоит. Да все дороже, чем нефть стоит. Да. Ну, за рубас, прикинь, баррель нефти и рубас стоит. А если все-таки Трамп начнет сейчас выпускать триллионы долларов? Лучше пусть начнет выпускать на уровне. Триллионы долларов? Да, в смысле, больше эффективнее. Короче, пошла такая новость о том, что, ну, как бы, не помню, я прочитала, что из-за сложившейся ситуации, что они не справятся с таким кризисом, и он прикажет его монетному двору выпускать... Они могут себе позволить. Да, но нет, все равно, доллары просядят чуть-чуть. Вы, кстати, говорили о том, что как... Почитали потом, как печатаются деньги? Нет. Нет? Мы-то так. Мне муж параллельно сразу же рассказывал информацию, каким образом печатаются деньги. Ты, например, приходишь к монетному двору и говоришь, я построю вот такой огромный агрохолдинг, мне нужно столько-то денег. И ты выпускаешь как будто бы акции, и на них деньги выпускают за ценные бумаги. Вот таким образом. Да. Если ты приходишь, например, я построю там завод, вот у меня есть 10 тысяч акций, мне нужно столько-то денег, и вот меняется акция на деньги, так определяется цена акций, и тем самым монетный двор выпускает деньги. Именно под это миром. К сожалению, в США похуй. К сожалению, у нас денежки электронные. Это, кстати, недавно, я тоже узнал, у меня очень близкая подружка живет в Германии, и она говорит, что... Что там если на тему того, что налички? Я говорю, какая наличка? Я ее сто лет в руках не держала. Она говорит, как так? Я говорю, ну так. Она, как ты расплачиваешься? Я говорю, телефон. Она говорит, как вообще... Сжечь ее! Да, ведьму это. Я говорю, что у нас так, что все сейчас расплачиваются без налога. Нету налички, практически в ходу нет налички. У них совершенно все не так, да? Хотя бы казалось. Продвизитая страна, все дела, и должно быть все электронное, но нет, к сожалению, все ходят с наличкой, а мы нет. Ну вот, никак не контролируется. Нет, никак не контролируется. Сколько денег, что, невозможно. Ну, у него... США выпустят денег много. И тогда упадет доллар в цене. Доллар чуть-чуть упадет, да. Не чуть-чуть, а конкретно. Если он говорит о триллионах, то доллар очень сильно упадет. Нет, смотри. Ну, просто нет, по отношению вообще к их ВВП, например, там, триллион долларов, это будет не так масштабно, как у нас. Если у нас выпустят триллион долларов, ебай, это полбюджета у нас будет. Тогда опять миллионы вернутся, помните? А, нет. Не помню, сколько? Мокро сотки триллионов. Опять миллионы вернутся, помните? А вы не помните. Нет, я помню, помню. Нет, в наше время наши миллионы уже не вернутся. Нет, я помню. Пять тысяч рублей. Извините, сапирую. Наши миллионы не вернутся. Они уже потрачены. Ну да, потому что. Семя чиновниками. Перебивка! Я женщин люблю. У меня нет такого, что женщина должна. Это вообще. Я пиздец какой убежденный феминист в этом плане. А я против феминизма. В принципе, как такового. Я не за, я за, знаете, феминизм. Потому что, нет, сейчас просто феминизм, он испорчен вообще без значения. Да, очень сильно. Нет, без значения. Я за равноправие. Я за равноправие. Да зачем оно надо? Всех людей. Зачем нужно равноправие? Бей меня! Объясните мне, зачем нужно равноправие? Ну вот, типа, то же самое на работе, если у меня какой-то тип, например. Вот мы работали с военными, вот это вот кладезь долгопитного. Про гендерное сейчас мы работаем. Да, про гендерное. Вот зачем? Ну а чем мыши равны? То же самое. Зачем? Зачем это равенство? Объясните мне. Я этого никогда не понимала, не пойму. Мужчина должен быть... Нет, я не бьюсь. Я не бьюсь, типа, за это. Мужик должен быть сильнее. Но я не к тому, что, типа, иди, иди. Зачем физически? А как? И морально, чтобы был сильнее мужчина. Зачем бабы пытаются заработать наравне с мужчинами? Зачем? Нет, я не к тому, что, типа, это не в том... Я против того, чтобы мужчина говорил, иди убирайся, иди там это делай. Если хочется делать, хочется... Ну это же желание. Да, да, да. Это же функция женщины, так? Я сторонник того, что... Давай вернёмся прям к примитивным, когда в пещере жил мужчина и жила женщина, так? Прям совсем к корням к нашим. Мужчина ходил на охоту. Нет, это вряд ли. А с чего они ели? Большие ели, собирали. Ну, тем не менее, да. Кормили женщины. Ну, она готовила, правильно? Он всё равно, что... Он же не лежал такой, буду-ка лежать, пока она там убирается или ещё что-то. Ну, все ходили и собирали. Ходили с палками каких-то, как-то всё равно добывали. Всё равно мужчина-добытчик. С тех вообще ещё самых времён мужчина-добытчик. Давайте поднимемся подальше. То есть, примерно 30-е годы. 30-е годы вообще, ну, грубо говоря, Америка, да? Женщины не могли, не имели права работать... Голосовать. Голосовать там, работать. Ездить на велосипеде. Вот, и так далее. И, короче, потому что было меньше источников информации. Сейчас всё, опять же, это самый главный враг всех. Почему сейчас требует и равноправие, почему требует... Потому что увидела там, ну, блядь, нигде себе. Я тоже такая, прощи-прощения. А всё ужасно. Ну, нет, это всё хуйня. Феминизм, типа, я против феминизма, который сейчас, вот как преподносится. Я за равноправие, типа. Да, чтобы друг другу никто не говорил, кто что должен делать туда-сюда. Никто ничего не должен делать. Никто ничего никому не должен. Это сто процентов. Говорю просто в идеале, типа, как женщины, вот все просто это, домашний очаг. Очаг это не костёр, в который надо подбрасывать дрова. Это не просто... Вот мы обсуждали, блядь, я могу всё домашнее, все домашние дела сделать лучше, чем женщина. Приготовлю я сто процентов вкуснее, чем половина вот девчонок, которые были там и будут. Но душевное, типа, спокойствие уже нужно. Ты должен на хату прийти, и тебе, жената, у тебя сладкий, и всё. И ты у тебя крылья дальше, и ты готов убивать, хоть что делать. Это у всех. Ну, это у всех. Ты хочешь прийти с работы и готовить стоять? Да, так у меня работа такая, как бы, я могу, блядь, сидеть дома, работать и готовить в это же время. Я могу что-нибудь разговаривать. Ну, типа, это проблема... Ты только сейчас по себе судишь, а прикинь, а большинство живёт по другой схеме, да? Мужчина весь день на работе, а женщина тоже на работе. Вот сейчас люди сидят дома, может быть, у них голову придёт, типа, мысль о том, что они занимаются, может, не тем? Вообще, в принципе... Человек не может, блядь, с детства хотеть стать нефтяником, грубо говоря, да? Стоять и пиздючить, задвижки в минус 50 крутить. Уууу, как классно! Моя мечта, да? Да, да, да. Я хочу быть вахтовиком. Я, знаете, в каком смысле против этого, да? А не в том, чтобы там прям бабы опять сели в свои юбки, да, жрать, готовили и всё остальное. Про то, что женщина сейчас хочет быть абсолютно на равных... Свои юбки, да. Свои юбки, абсолютно на равных с мужчиной. Я этого вообще, в принципе, против. Потому что женщина, она выходит за мужем, да, она рядом с ним. Она должна быть поддержкой, должна быть опорой. Я против того, чтобы у неё были яйца больше, чем у мужика, и она указывала, что кому делать, понимаете? Я хочу, чтобы женщина оставалась всегда женщиной. Да, да, да. Чтобы она не мчалась на работу и зарабатывала больше мужика, и я этим тыкала его тем, что-то... А вот ты там такой, а я, да? Если права равны, то они должны быть равны. Если у тебя есть какое-то желание зарабатывать больше, пожалуйста, да? Но ты не должна этим кичиться там перед всеми, тем более унижать мужчину этим. Потому что мужик всегда должен оставаться мужиком. Ну, мужик тоже в свою очередь делает. Я зарабатываю баб. И баб, покачи, ребята, это просто эпицентр мудрости нахуй. Прикиньте, вы всё... Нет, это вообще правильно. Мужики же тоже кичатся этим. Мне говорят, я зарабатываю, ты не понял. Ну, блин, во-первых, не все. А во-вторых, мужчине это свойственно быть лидером. И он должен оставаться лидером. Вообще, в принципе, и в отношениях, и везде мужчина должен быть лидером. А женщина должна прислушаться. Я не к тому, что... Да нет, это ерунда же. Почему? Да кому свойственно? Что это такое? Мужине быть лидером. Это где свойственно? Это... По природе. Не то, чтобы лидером, а последняя инстанция, которая принимает решение. Ну, то есть, не всегда, типа, ты, ну, ты, допустим, короче, про что она говорит, я думаю. У тебя какая-то ситуация, да, грубо говоря, и тут появился в семье спор, какой брать майонез, 15-ти процентный или 30-ти процентный. И ты послушал, короче, мнение жены, мнение детей. И если это аргумент был просто хочу, то это не аргумент. Ну, или просто такой, ну, воспользовался этой информацией, потом такой думаешь, Слушайте, ну, дети-то интереснее говорят. Ну, нет, по сути, по природе, да, мужик должен, типа, отвечать и должен принимать решение по-любому. Потому что жена родила, она должна, типа, воспитывать ребенка. Ну, должна его кормить, во-первых, она же не пойдет убивать, грубо говоря, льва. А мужик пойдет. Вот, типа, изначально, типа, из природы, да, блядь, почти все животные мужики, жена кормит, мужик добывает. Много лет выпадает из жизни, когда она становится мамой, так? Она больше не может бежать впереди паровоза, зарабатывать миллионы, да? И, там, бегать по магазинам, покупать там, что... В общем, вы понимаете, да? Она выпадает из жизни и остается на какое-то время дома. И ее жизнь, вот, это вот то, что маленькое родилось, его воспитывать и дать ему какие-то знания. И на это время мужчина... Я не говорю о тех случаях, когда мужчина уходит из семьи, женщина остается в дом. Ну, вообще, в принципе, на это время мужчина берет на себя такую ответственность, как жена и ребенок, да? И, представляешь, если все время власть это была у женщины, да? А потом она такая засела дома с ребенком, а он такой... А что делать, а что делать, а как быть? А поделись-ка своими яйцами ей. А она такая... А нет, они мои. Почему? Она же может сказать. Она может так сказать, я не спорю с тобой. Она может сказать, все, пиздуй на работу, все, типа... А он не знает, что делать. Все, вот там, одевайся, говори же, она же может говорить. Ну, типа, было бы гораздо полезнее, если он до этого что-то предпринимал. Да, конечно. Так это... Тогда, короче, не, это все хуй-то сто процентов. Почему? Да, бля, типа, я могу с пиздяком остаться же. Ну, чем ты его кормить будешь? Да. Куем, что ли? На цедит, блядь. Ну, а что нельзя цедить? По природе нельзя цедить, должны кормить с груди. Ну, покормит, пойдет, там, придет, не знаю. А ты будешь просто сидеть? Почему нет? А что делать? А что? По природе изначально, в курсе женщины рожать детей и вскармить. Только позволю женщину уже конфликт на подкасте. Ничего не надо. Ну, в этот, ладно, период, похуй. А всегда, у тебя прямая функция у женщины рожать, понимаешь? Смотри, да. Скармила второго родила. Для определенного возраста ребенок очень сильно привязан к маме, да? Ему мама наиболее необходима, чем папа, в любом случае. И все вопросы он бежит решать к маме. Папа, это тоже очень, это, безусловно, важнейшая часть жизни ребенка. Но если он падает, он первым бежит к маме, так? Если ему что-то надо, он идет к маме. Потому что с мамой есть связь. Это, там, доказано какими-то, я не знаю, учеными. Природой. Природой, да, заложено. Как может быть не быть связи, если ты вышел из человека? Да, да. Ты, бывает, пообнимался просто, да? Я тебе больше, сколько ты вышел из двух человек, просто в разное время. Ну, мать природа, говорят, мать природа. Вот при родах, типа, вот ты с мамой должен быть. Мне напрягают женщины, которые тыкают мужикам, как нужно быть мужиком. Если ты ставишь какие-то условия, то будь женщиной. Да, 100%. Вот и все. Это все сразу рушится. А женщинам же это не объяснишь. Ну, нет, женщина, если, типа, в прямом смысле слова, в четком смысле, если она мудрая, она все понимает. А вот это то, что, там, почему кого-то называют, там, телками, еще что-то. Вообще, телка, это, типа, не родившая корова, не отделившаяся. То есть, а телка, да? Нет, нет, вообще, в принципе. Ну, есть вот это. А в группах выражений просто девчонки, которые, ой, там, мужик должен это, мужик должен это, свари-похавать. Ой, а что, для этого, что ли? Короче, делится опытом, не имея своего. Учат, да, учат, не знают ничего. Ну, типа, можешь учить, если ты это уже сделала, да, грубо говоря, ну, как вариант. А если у тебя ничего этого нет, ты просто... Как минимум. Можешь учить. Я не понимаю вот этим... Не, можешь учить только тогда, когда тебя... Просит, да, да, да. Да, да, да. Не, просто, про что, я не понимаю, вот, есть очень много всяких женских экспертов, которые ведут вебинары, там, и так далее, и всякую-то тему. Но при этом у них нет ни котенка, ни ребенка, нахуй. Ну, так я так же сейчас учу, у меня, блядь, отношения с семьей, как бы. Ну, это же все на теории построено, просто. Ну, да. В основном. Ну, это вопрос, типа, будете слушать вы это или нет? Нет, у тебя практика была. У меня практика была, да. Очень маленькая. Не, ну, просто, вот что, почему появляется феминизм, да, там, вот, защиту женщин, там, и так далее, потому что, ну, реально, хуёво быть женщиной. Ну, вот, типа, хуёво. Да офигенно. Да очень хуёво. Да нет, офигенно быть бабой. Нет, ну, типа, вот, блядь, я бы не справился, типа. Ну, это, блин. Прикинь. Если в общем, если в общем, представляешь, мужчина никогда не сможет испытать материнство. Это одно из самых чудесных, что вообще, представляешь, твое тело воспроизвело человека. Почему у многих девочек, да, да, представляешь, хотя иногда говно, да, получается, да, представляешь, да, представляешь, да, вот так все пишут же, это ебать, а оно ещё в нём выросло, да, вот эти, я смотрю на девочек, которые беременные, они очень часто у меня, потому что я собираю невест, вот, и я вижу, как, как они меняются очень сильно, материнство меняет женщин очень сильно, рождение меняет женщин, и, во-первых, женщина, это, ну, всё, вот вам, блядь, тогда, всё. Вот, всё, вот вам единственный приз на охоте. Да почему это не так? Нет, вообще, я сейчас задумывался ещё, знаешь, в чём тяжесть? Как потом любить то, что сделало тебе так больно? Вот так, ты прикинь, да. А ты знаешь, что, когда рождается ребёнок, в организм выбрасывается столько гормона любви, и поэтому женщина, короче, от этой любви аж дуреет. Ей кажется, что ничего лучше, прекрасней, слаще, там, вкуснее, нет, чем... Организм, да? Организм, да, грамотная штука какая-то. А ещё, знаете, прикол я прочитала, то, что алкашки, почему они отказываются от детей или, там, наркоманки, вот, как что, им пофигу на ней бывает. Да, блокируются уже, да. Алкоголь и наркотики убивают этот эндорфин, этот гормон счастья, да. Ну, выброс гормона, да. Настолько сильно блокируются, что когда она его рождает, у неё вообще нет никаких эмоций. Он не блокируется, просто, короче, при употреблении наркотиков разных, особенно если, типа, соли какие-то, химота, короче, у тебя выбрасывается жёсткое количество эндорфина, и вот эти маленькие заводики внутри, которые, типа, его воспроизводят... Они такие, всё-всё, тормози, у нас отпуск, ты заебал. Кроме айваски. Да. Но это, типа, это же не наркота, это другое дело. Ну, и грибы, и всё по-другому, типа, психоделика, это всё по-другому влияет вообще. Там нет выброса гормона, как для кого-то. У тебя просто... Не работает, как наркотики. Да, да, да. Не, я не против женщин, я против того, чтобы они были тупыми. Да, это вообще, да, это приступ жить людям, да. Не, ну, вот так вот объективно просто я оцениваю, типа, вот, кем бы, вот, как будто бы я сверху на ситуацию смотрю и думаю, так, кем бы я лучше был, женщин или мужчин? Ну, бля, комфортнее мужчине. Да, идёшь по лёгкому пути. Ну, да, типа, женщине тяжелее, женщине тяжелее. Ну, мы никогда сейчас это не поймём, типа, это можно только рассуждать, на самом деле. Ну, понятно. А вот ещё интересно, почему вот так получилось, что женщин стало больше и всегда их было больше. Потому что мужчины участвуют в войнах чаще всего и истребляют их бабу. И бухают. И бухают женщин. И бабам так вносят мозги, что у них сердце останавливается. Да, да, да. Здесь столько причин. Не выказывают эмоции. Но, на самом деле, вот, типа, дискриминация-дискриминация, но конкретно дискриминация мужиков идёт вот сейчас. Вы очень мало разговариваете, в принципе, с противоположным полом, да? Я, когда думала об этом, я несколько, как вам сказать, мест, где офигенно разговаривать со второй половинкой. Не дома за ужином, да? Топ-5. Топ-3, я тебе скажу. Топ-3 лучших мест разговаривать. Трик, это, в ванной офигенном, мы прям с Костяном идём вдвоём купаться. Я купаюсь, он сидит рядом. Ну, да, мы тоже. И, 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 а потом наоборот, и мы в это всё время разговариваем. Потому что никто не втыкает в телефон, грубо говоря, да? Да, точно. И мы что-то обсуждаем конкретно, мы прям можем там такие темы развивать. В машине, когда мы едем вдвоём. Особенно, если не играет музычка, то мы очень много разговариваем, да. И, пусть это у нас тебе с ним опорит, перед сном не получается. Но ещё бывает, ну, просто, типа, как нам сказать, момент, в день нужно очень много обниматься, да? И когда ты вот часто пошлаешь обниматься, и надо всё время спрашивать, как дела? Ну, вот моё, да, личное мнение, нужно спросить, как дела? Если хоть чуть-чуть видишь что-то не так в поведении, или это, сразу нужно поговорить обязательно. Обязательно. Что случилось? Надо прям... Я могу прям ходить хвостом, как тот, знаете, долбитель. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Расскажи. Поговори со мной, поговори со мной. Надо это из тебя вытащить, понимаешь? Потому что в твоей голове мысли так сильно эволюционируют. Не только женщина может придумать кучу всего в голове, мужчина тоже, понимаешь? И пока ты себе не придумал ядерный взрыв, говори, если тебе это нужно вытащить, обсудить, и, возможно, что-то объяснить, как это правильно. Ну, пока не поделишься, всегда скажешь что-то там, или признаешься в чём-то, до этого тебя напрягает. Это как с шуткой. Беспонтова шутка у тебя в голове есть. Ты думаешь, бля, какая смешная, какая... Надо первым делом выплюнуть её. Посмотреть всё. Нет, нет. Иначе думаешь, что это ебать, разъебаться. Да. Какой мотив в этом, знаешь, какой мотив, типа, когда ты это убрал, у тебя место освободилось, ты можешь ещё что-то либо принять. Ну, вот это прикол. Это ты ходишь так за кочки, когда спрашиваешь, что случилось, что случилось. А в большинстве же случаев у девчонки спрашивают, что случилось. Ничего. Ничего. А знаешь, я тоже так иногда делаю. Ну, я не... Просто, типа, хочется сказать. Так бабы все делают. Да, почему? Все. Боятся. Во-первых, не поймём мы. Знаете ещё почему? Во-первых, когда баба обиделась, она, если она очень долго отмазывается, по большей части, она не до конца узнала, на что она обиделась, и как сформировать и выдать вам. Да, и мы не поймём, да. Да, и вы не поймёте, потому что это будет сумбур каких-то дурацких эмоций, очень непонятных, вот. А я хаваю сразу, я чувствую, когда, типа... У меня вообще такое же бывает то, что сейчас Настя объяснила. Я познакомился с девчонкой. Это был мега разъёб вообще. Молодушка. Мы пошли с ней сначала на КВН, потом на стендап пошли. Смотрим стендап, короче. И там, типа, толгатка, вот когда вы в атмосферу ходили, рассказывает что-то про свадьбу, там, туда пора женить. Говорит, поаплодируйте, кто женат. И я, прикинь, вообще на каком-то подсознательном уровне такой, думаю, блядь, чё это? И всё, она с этого, я вижу, напряглась, короче. Я понимаю, про чё. И весь вечер, чё случилось? Да нет, всё нормально, всё нормально. В итоге всё, короче. И, короче, я видел, прям сразу понятно было, что она обиделась, что она что-то напряглась, короче. Я прям чувствую людей. Я, во-первых, в лагерях много работал. Сколько? Семь лет работал, блядь, через меня. Очень странно, что мы одни. Столько детей через меня прошло, вообще, столько людей. И сразу понятно, что у него настроение, не настроение. Вот эти девчонки, если что-то напрягает, скажите, сформулируйте. Пусть мужик сам сформулирует, за чё он должен изменяться. За хуё он сформулирует, блядь. Да нет, всё нормально. Ты, как-то, похуй. Ещё? Не, я просто рак. У нас же, типа, покровитель луна, и у нас, типа, есть что-то женское. Ты веришь в это? Сто прудового вообще. Гороскоп это... Даже он, как рак сказал, не пудово, а прудово. Сто прудово. Сто прудово. Гороскоп, вот вы кто по гороскопу? Я висы. А Костя? Близнец. Близнец. Ну, это, типа, земля, воздух, там, туда-сюда. Ну, а посмотреть просто. Медные трубы. Вот с раками, это вообще жёстко. Очень мало людей могут с раками как-то это... Прикоснуться и прямо прилепиться. Управлять. Мало кто умеет управлять с раками. Ну, типа, есть тельцы, есть рыбы и скорпион. Вот три идеальных рака для всё... Это вообще канея. Ну, и раки с раками тоже. Что кончили. Я тут затесался к пивным. Как цыгане. Ну, типа, нам не надо, этот, свою национальную идентичность сохранить, идентичность, и поэтому раки с раками двигаются. Ещё, я Диме тогда ещё рассказывал теорию, но он вам её неправильно рассказал, поэтому мы перерассказывали. Стопудова, Дима. Конечно. Я, блядь, как я сейчас называл, блядь, его? Инфопатия, блядь. Инфопатия. Инфодемия, что ли? Когда парочки начинают встречаться, да, когда происходит химия, типа, любви, влюблённости такое, и очень часто, не очень часто, а в 100% случаях, люди себя ведут неестественно. Они хотят понравиться, угодить там, да, вот это начинается, типа, завтрак с утра, ну, цветочки, не хочу материться, вот. Потом, со временем, это утихает, да, перестают на тебя эндорфины так сильно влиять, и ты становишься тем, кто ты есть на самом деле, да, там, грубо говоря, кидать носки, не быть посуду, не готовиться по утрам завтраки, какие-то элементарные вещи. И начинается из-за, все почти что ссоры, они же на бытовой, да, почве, типа, мы не сошлись по бытовухе начинается у людей, начинают очень часто ругаться. И девочка, это 100% думает о том, что вот тот же год или эти полгода были такими прекрасными, он может быть совершенно другим человеком, и это протаскивает дальнейшие отношения, когда вы уже те, кто есть. У мужчины появляются претензии, потому что, а как это ты раньше мне готовила завтраки, да, а сейчас ты не хочешь делать, вот раньше у меня всегда были там чистые носки, а сейчас тебе нужно предупреждать о том, что там поистирай мне носки, грубо говоря. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И они начинают цираться вместо того, чтобы принять друг друга тем, кто они есть, и договориться между собой. То есть изначально-то они были другими, изначально в них играли гормоны, и они были хорошими, но потом они почему-то не могут договориться между собой. Ты думаешь, что потом в дальнейшем не работают гормоны? Они не так работают. Они работают, ты любишь, ты испытываешь чувства к этому человеку, да, ты, может, по-прежнему его любишь, вот, и только это перетекает в другую стадию любви твоей, да, по-другому ты к нему относишься. У тебя нет больше там каких-то бабочек супер или там мега мурашек каких-то, которые как столкны по твоему телу скачут. Потом ты относишься более спокойно, почему ты вот поначалу, когда мы встречались, не ходил по своим друзьям, а потом тебя отпустило, тебе больше не надо каждую секунду с этим человеком находиться, ты насытился им, да, и теперь ты можешь уделить время своим друзьям, а она такая уже ждет тебя, думает, ты где шатался все это время? И это неправильно, потому что пары не готовы принимать друг друга такими, какие они есть, и это очень печально. Я понял, короче, это как со спайсом миксы, чем типа жестче микс, тем типа жестче прет, даже если взять какой-то жесткий спайс и мягкий, смешать будет еще жестче. Типа у встречается девушка и пацан, у которых примеры семейных отношений разные, и чаще всего не самые идеальные, и все, и они эти примеры вносят туда. Да. Грубо говоря, у нее мама там, например, которая ебет голову мужу, например, а у него, например, батя там это деспот, да, или наоборот, короче. Да. Модель семьи разная вообще. А у нее батя такой там, грубо говоря, слабенький, ну этот. Такой весь любящий, знаешь, приходит. То есть здесь мамка такая терпила. А у кого-то есть и мама, и папа Киркуров. Да. Да, по сути, у тебя, короче, да-да-да, у тебя, у пацана типа батя деспот, например, и женщина должна быть покорная, а тут наоборот. И они скаткиваются, и опять еще сильнее начинается непонятное. Это все от непринятия этого духа. Да, и договариваться надо, разговаривать. Я единственное, что я расстроился, короче, от одного, что я сейчас выслушал, совсем согласен, но, короче, как только мне попадает в голову какая-то теория, она идет там по маленькому переулку и встречает какие-то там, блядь, мои уже, нахуй, распишли, пиздят нам. Да, ну давай, давай. И уходит инфопатия. Давай. Нет, я в целом про то, что ты рассказывал, я понял это, но как-то изложился, видимо, иначе. Но вообще, да, вот. Вообще, и почему-то вот период, когда люди понимаются вот в это, да, когда они не могут друг друга принять, они вместо того, чтобы разойтись или договориться, они и будут друг другу голову. Да, 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 и других же людей. Да, и другим, и себе. Да. И друг другу. А еще, может быть, что мне кажется, дохуя процентов, они тупо оба становятся хуеве, чем были. Вот и все. Сто процентов. Ну, друг друга они просто угнетают, и все. И вообще, в принципе, хуже человек, как люди становятся. Ну, типа, вот, блядь. Или кто-то один становится хуже, чем человек, как человек. А почему? Не обязательно, не обязательно. Ну, потому что не развивается. Вот он развился до какого-то порога, там, вот, до 20 лет, там, грубо говоря, начали там они гонять. И вот в 25 лет он стал не лучше, а стал хуже. А представляешь, какие утопические отношения, если люди встретились и остановились в развитии? Ну, да. Если ты дальше не развиваешься, то тебе просто не нет. Если вы вдвоем не развиваетесь, вам вообще интересно. Это неинтересно даже разговаривать. Знаешь, почему не развивается? Или спеть с тем нет. Тупеть начинал. Потому что ты жил в определенной парадигме, например, да? И вы начинаете друг друга менять, и у тебя начинают сомнения какие-то в голове, типа, а так действительно ли я раньше правильно жил? И ты из-за этого начинаешь стопориться, типа, глядываться все назад, туда-сюда. Ты думаешь, блядь, здесь неправильно, здесь неправильно. И когда у тебя вместо того, чтобы идти вперед, ты думаешь, блядь, что ли? Я тебя хочу поругать. Кто сказал, как правильно, как неправильно? Нет, я не говорю, что, типа, я говорю, почему у вас бывает, что тупеют люди друг с другом. Потому что вы начинаете друг друга менять, и у вас сбивается, типа, вообще вот эта тема. Прикол в том, что не надо друг друга менять. Так я и говорю, что ничего не надо менять, никто никому ничего не должен. Просто кайфуйте. Просто надо понять другого человека, дать ему ту свободу, которая ему необходима, да, и с ним найти это, комфортнее сосуществование, как бы это ни звучало, беспонтово. Но кто-то априори долбоёб, может быть, типа, надо расстаться быстрее. Но, опять же, тёлке, да, вот он был долбоёбом, грубо говоря, она в него влюбилась. И по примеру, опять же, вернёмся к тому, что ей общество навязало фильмы и всё остальное, что он там должен потом накосячить, потом он придёт с цветами на белом коне, изменится, и больше никогда долбоёбом не будет. Да, это заставляет не расставаться вовремя. Это её заставляет ждать, что когда-нибудь он изменится, а он никогда не изменится. Я думаю, что в какой-то момент эти фильмы даже полезны, потому что многие не понимают, как делать. Вообще, я не говорю, что нужно брать за пример все эти модели, которые нам показывают, но, блин, есть пример, просто ты можешь сделать чуть лучше. Прикол в том, что в этих фильмах, во всех, и даже в сказках, после фразы «И жили они долго, и счастливо» нет ничего, он на этом заканчивается. А после как раз этой фразы начинается жизнь, грубо говоря. Да, блин, ещё знаете, в чём прикол, типа, и пацаны, и девчонки, когда расстаются, типа, тёлки говорят, он был козёл, там, туда-сюда, они находят нового пацана, они думают, ну, это классно, классно, но своё поведение они не меняют. Они также ебут голову ему по пустякам, по каких-то, типа, если он, грубо говоря, зарабатывает больше, если она там по поводу денег ебала мозги, она переходит на другое. Типа, для неё норма поебать мозги, это норма. Потому что это её модель поведения, в принципе, это модель поведения человека, которую очень редко меняют. Но опять же, это же работа над собой, о чём мы говорим с тобой, о том, что если не развиваться и свои мозги не пополнять знаниями, информацией, не делать выводы, там, какие-то маломальские ситуации, да, почему так произошло. Но опять же, знаешь, вот даже если были плохие отношения, неудачные, там, ты накосячил, он накосячил, главное в этом простить себя за это. Это вообще самое, что люди, почему они с головником и, как вам сказать, с грузом проблем заходят в другие отношения, потому что они себя не могут за предыдущее, за что-то простить, потому что мы все косячим, да, и не бывает такое, что люди расстаётся только потому, что кто-то один виноват. Виноватся, да, оба, оба, по-любому оба накосячили, оба кретины, и что-то не так сделали. Это опыт, его нужно принять и простить себя за всё, понимаешь, почему-то, когда расстаются, хотят, чтобы их простили, но по факту их никто не должен прощать. Они должны сами себя за это простить, за всё, что произошло, и с этим прощением идти дальше. Типа, я понял, осознал, себя простил, я больше, я сделаю выводы, так делать не буду и пойду с тобой дальше. Потому что, вчера я скидывал, тебе очень охуенно в этом плане сказал Бродский, он сказал, что человек – это сумма поступков. Да, 100%. Поэтому нужно вот эти поступки, даже не обязательно, типа, ты можешь себя и не простить за них в какой-то момент. Да надо себя за не прощать. Ну, типа, не получится. Да надо. Вот, а принять, да, это другой вопрос. Причём, смотри, ты можешь себя не простить за убийство какое-то, но за какие-то оплошности очень многие люди себя очень много лет винят, и не могут себя простить, но хотя нужно работать, опять же, всё работа над собой, принять это и самого себя простить. Это очень важно, прощение. В любой вере, какой бы она ни была, я даже не берём, там, христианство, главное – это прощение, принятие и прощение. Блин, ну, самое сложное, типа, это простить, но первая, первая очередная задача – понять, что ты не прав. Да. Вот это самое сложное. У людей вообще нет такой функции. И понять, что кто-то другой тоже не прав. Да. Ну, нет, и сказать, что, типа, во-первых… Что ты не один виноват. Да. Наоборот, наоборот. Смотри. Нет, ты всегда будешь винить другого человека. Я тоже… Всегда будешь винить. Нет, нет, вот смотри, я тоже была замужем. Первый раз. И после развода я себя очень много лет винила в том, что произошло. Я вообще не видела вины другого человека, только свою видела вину. Нет, это прикинь, это вообще волшебно, нет такого. Вот выйди в город, выйди, Настюха, в город, все друг друга винят, никто… Нет, мне казалось очень много лет, что я виновата, просто, что я корень всего зла, который мог произойти. Нет, надо трезво оценивать. Нет, просто, я тебе говорю, у большинства людей… Трезво я не смогла оценивать. У большинства людей нет функции вообще на себя. На самом деле, как бы кто ни говорил, знаете, эти группы, когда ты приходишь и говоришь, я Настя, я созависима. И мне такие все хлопают, и привет, Настя. Это где-то смотреть фильмы, это смешно, но на самом деле, ребята, это очень крутое штура. Если у кого-то есть какие-то, ребята, проблемы, не стесняйтесь, идите в такие группы, потому что… Есть крутой сериал по поводу этого, бывшие. Потому что они вытаскивают твой мозг и тебя из такой какахи, на самом деле. Только не наркоманские, наркоманские истории. Если наркоман, то иди в наркоманскую группу. Только если ты, короче… Если ты рокер, иди в рок-группу. Только если ты достаточно развит, короче, что ли, что-то такое вот. Сейчас у нас какие-то такие себе группы наркоманские. Короче, я к тому, что, типа, ты уникум. Очень мало таких людей, которые будут только себя винить. Типа, принять, что, типа, оба виноваты, да, но он все равно, сука, гондон. Вот так все думают. Вот так люди думают. А вы все думаете, что оба все равно суки? Нет, я всегда на себя. Я все, я вообще конкретно понимаю, что… А так и ты тогда уникум? Нет. Ну да. Ну, наверное, да. Ну, так уходим, да. Ну, говорю, нет у людей функции того, что, типа, принять, что кто-то виноват. Да, да, да. В смысле, что он виноват. Все на друг друга. Вот, заметь, бля, в Инстаграм людей, вот, блядь, ходите, там, туда-сюда. Вот много историй. Я сегодня приехал в магазин, так, чисто на минутку. Столько народу там, блядь, и винит людей, которые в магазине. Так они то же самое приехали на минутку. Тупая овца, блядь. Да, пиздец. Или на пробке, куда вы все едете. Тупой баран, ладно, давайте, чтобы без сексизма какого-то. Общайтесь. Общаться надо. Да, разговаривайте. Принимайте свою неправоту. Если у вас проблемы, ходите в группы. Выявлять навязанные стереотипы. Если вы стали постарше на год, и вам пять, идите в старшую группу. Да, вот, кстати, про наркоманию, про группу, типа, почему наркоманы становятся наркоманами жестче, типа, и не помогают ему обществу. Потому что они все ругают. Типа, общество... Осуждает. Осуждает. Общество не понимает свою ошибку. Почему наркоманов становится больше, и это усугубляется. Потому что вы не принимаете их. Они такие же люди, которые, ну, типа, якобы ошибки. Мне кажется, наркоманам похуй вообще. В какой-то момент принимают его или... Ну, какой-то, конечно. Наркоманам похуй, потому что... Потому что он в своей тусовке, типа, у него кайф, но он с наркомами общается. Они торчат, все весело. Выходят в город, в общество. Все говорят, ты наркоман, наркоман. Нельзя так. Он никогда не изменится. Он никогда не бросит так это. Ну, если говорит человеку, что он свинял, он захрюкает. Да, ситуацию успеха надо сделать. Ну, почему, сука, алкашам не говорят, что они свиньи? Почему алкашам не говорят... Почему их не отстреливают вместо собака? О, похуяри, блядь. Почему, например, если покурить траву раз в неделю, типа, ты наркоман, а если ты бухаешь, выходные, то ты, типа, тусовщик. Типа, душа компания. Собака опасна для детей, а алкаш? Да, собака опасна, а алкаш не опасна. Это все клише. Если ты говоришь, наркоман, если ты пьешь, ты алкаш. Это же все... Нет, нет. Если ты пьешь, нет такого. Да как нет-то? Нет. Нет, типа, хулиан. Сколько раз меня называли, блядь, такими, как бы... Ну, ты, блядь, бываешь так плотно... А люди, типа, в пятницу, субботу забухать, это типа, сегодня пятница, ну, такой классный и веселый. Так ты алкаш. Ну, ты бухаешь, у тебя цирроз погонял. Мне кажется, у всех было время. Я просто не считаю, что... Которое должно было пройти и, как бы, и пройти. Не должно быть вот это разделение. Разделение, да. Ты алкаш, ты, блядь. Она тоже думает, что, пацаны, вдвоем, а ты один. Просто в большинстве случаев, вот, допустим, в нашей стране, многие не знают, как расслабиться иначе. Да, нихуя неизвестно. Как не знают? Ну, вот. Ну, людям неизвестно, да. Сейчас, часто ли ты, Анастасия, типа, конные прогулки или такой спорт и так далее? Да нет, просто алкоголь для меня вообще не... Я могу, но в смысле... Я понимаю, но в большинстве случаев многие... Да даже в большинстве они... Короче, я очень сильно не люблю пьяных людей, вообще. А пьяных баб... Никто не любит, когда ты трезвый. Пьяные женщины, это вообще самое страшное, что есть на свете. Если честно, я не напиваюсь только потому, что я думаю, что я буду выглядеть так же мразотно, как выглядят они. Потому что мне кажется, что это так ужасно. Вообще. Яна и баба, это вообще жесть. Как мне сказали... Я не могу сказать, что я никогда в жизни не была пьяной. Была, конечно, и не раз, потому что мне не 15. Вот. Но побольше... У меня есть такой, типа, знаете, тумблер в голове. Когда ты такой пьешь, пьешь коктейль, Чушь такой, начинается опьянение. Все, водички, чай, все. Есть, да? Да, конкретный. У меня нету тоже этого тумблера. У меня человек, который в голове есть ответственность за этот тумблер, он тоже подбухивает. Да какой чай? Раньше закроемся сегодня, чудные проблемы. Не подпер тумблер в эту тумбле. Никто его не обретил. Причем он раньше бухой. Раньше набухивается этот тип, который ответственный за тумблер, и ложится спать. А ты такой, ну все, ладно, ты внутри качаешь. Лев, Валера, он говорит, э-э-э, сплёвый. И все, и тут Сергуни опять приходит. На самом деле, люди забыли о том, что можно собираться, разговаривать, пить чай, ржать, да, как мы сегодня. Чем вам не крутой вечер, да, проведенный выходной? Просто одно дело, мы записываем это на камеру. Но мы можем точно так же собраться и без всего болтать. И я думаю, что это сейчас там прошло сколько? Полтора часа, да. Да, но я думаю, что если мы будем продолжать это, то это может еще долго не закончиться. Потому что это и есть расслабление, и мозг, и ты и выговорился, и мозги расслабил, и чем ты поделился. Может, что-то в голове, или что-то вспомнил важное. Да, это на самом деле, это чем вам не расслабление, вместо алкоголя. Это очень круто. Можно собираться, играть в игры, есть куча настольных приколюк, да, как можно проводить время, не знаю, парки, шашлыки, это не обязательно приехать у вас с бутылкой водки. В ванну набрать. Люди забыли, что можно набрать. Алло, приезжай, у меня бутылочка. Бутылочка ванны. Этот. Набирай. Опасная рука, которая есть, он же каждый день в ванной купается. Кажется. Это такой кайф. Блин, короче, знаете, есть одна такая, наверное, гипотеза, скорее всего, что люди, которые очень много лет промылись в душевой кабине, больше никогда не смогут долго лежать в ванной. Да, нет. Я тоже не вывожу долго. Минут 15-20. Да, я только просто лежу, это расслабление. Ну, во-первых, мы еще длинные. Длинные, да, то у меня сначала колени сохнут, либо плечи. Такой, так, время этих сухих плечей, хоп, сел. Время мокрых ног. Потом сжался опять, да, о, коленки подняли. Вы что думаете, у меня не так? У меня уже носа, как и вы, высокая. Можно коленки поднимать, а можно еще ноги вот так поднимать, и у тебя просто две кочерги такие стоят в стену упираются. Мы просто не моемся, а маринуемся. Да, да, да. По очереди плеча у тебя. Перебивка. Это когда макароны у тебя будут, спагетти, когда варишь, помнишь? Торчат. Бля, у нас тип, я на первом курсе учился, мы играли в футбол, и что-то торчали у типа, тоже из команды, и был ворочек еще был, Саня такой. Саня, если ты смотришь, ебать, тупой был вообще. Вряд ли что-то изменилось, короче. Ну ебать, тип, ну сколько, по 18-19 лет было первый курс. Саня, иди свари макароны. Мы сидим, что-то в комнате прикалываемся, и он такой приходит, говорит, спагетти приносит. А их что, ломать? Как? Ну я думаю, блядь, это как? Вообще, как ты можешь мне знать? Ну это типа, не описывает, но он реально тупой был. Представляешь, он не знает, как варить макароны, но он знает, как собрать бомбу. Нет. Нет, вряд, тупой. Нет, так он стоял после качалки. Кстати, об этом, хотите, мы когда с Костей только начинали встречаться... Собирали бомбы. Нет, нет. Мы, знаете, в стикеры игру играли, и я ему написала первую женщину-космонавту, вот. И он залупился на меня из-за того, что типа, нафиг ты мне таких пишешь, я не обязана это знать. Да? Я, короче, начала над ним смеяться, говорить ему, типа, такие вещи должен каждый знать. Я знаю, как бы, работает андроидный коллайдер, могу тебе объяснить, типа, а ты это знаешь, а я этого и не знаю. И я вообще дохера чего не знаю, чего он знает. И такой запустил, и все, и она затянула в черную дыру, и она говорит, все, где твоя женщина-космонавта? И она такая... Кто теперь микроатом начнется? Нет, на самом деле, типа, вот до марта? Куда теперь, за своей перешковой? Я нигде и везде, сука! В начале марта, типа, нужно было знать, кто такая первая война, типа, да, в начале марта все такие, о-о-о, тормозит. Мы не знаем, кто это. Мне вообще жалко, что ее подставили. Стоп, да, я не думаю, что это она сама такая. Не, ну, просто говорили, что она в целом такая, такой себе человек, вот, типа, она выебывалась. Да там не то, что подставили, там... Как космонавт может разбираться? Она вообще... Нет, конечно. Она в космос при другой стороне. Нет, в целом она как человек, типа, не очень, она, типа, какая. Да, из чего откуда ты знаешь? Да, да, нормального человека бы не отправили в космос, нахуя, терять от нормального человека, вдруг с ним что-то случится. Ну да. Это долгая бизнеса. Короче, если отправляли в космос нормальных людей, вы ошиблись, нахуя, типа, надо ебнутых, ну, типа, зачем? Да, в смысле, наверное. Вдруг с ними что-то случится. Короче, Терешкова в Советском Союзе, она как, типа, герой Советского Союза, ее куда-то в тюрьму отправили, типа, ну, она не знает, что за прикол у них ездить по тюрьмам проверять. Собрались в женской тюрьме, девчонки, кто сидит в колонии, и все в разном, типа, она залупилась, почему это некоторые зечки выглядят красивее меня, и все наху в одинаковую форму надели, прикинь? Да, да, да. Да много про Терешкову, сейчас много появляется всякого дерьма, а мне кто-то из родственников все... Вот стоило один раз зашкварится, и все говном будет. Ну, типа, это постоянно, типа. Всегда такое бывает. Вот жесть. Даже со школы начинаю. Просто про ранние зашквары не говорили ничего. Интересно, меня за пенисом растерзают? Да, блин, там мало кто комментирует. Конкурс. Да нет, это люди, если кто-то будет растерзать, это тупорогие бараны, которые просто против феминизма. Что это? Что это? Ты послушай, тупой баран, подумай башкой свой. Мне очень жалко этого человека, который вот, типа, у Сереги же кто-то сидит в этой голове, когда он ругается. А Терешков, мне кажется, это такой персонаж, когда типа, такое происходит с людьми, которые в какой-то момент были пиздец как популярны, жестко популярны, а потом, собственно говоря, про них все забыли. Но при тебе вот это осталось, вот эта минута славы, так сказать. Это и вот Вячеслав Муромов, да? Яблоки на снегу. И Глазин. Вячеслав Муромов-то. Вот что. А ты не видел их? Сейчас? Да. Как Терешкова выглядит примерно так же сейчас. Тоже с белой хуйней? Да. Стервелло. Стервелло. А, кто же говорил? Да. Ну это же Пападос, прикольно. Торговый центр Стервелло. Все, заканчиваем много. Короче, все, кто был в космосе, тоже гибкие. Бля, реально? Ну, бля, космос, это вообще, типа, разрабатывайте космос, бля, так вы решите на Земле проблемы. Тут и так очка вообще полная, полная у вас котомка. Везде плохо, а вы, бля, поехали в космос. Бля, ближайших 50 лет никто на Марс не уедет. Ну, вы поймите, понимаете? А как? Это, бля, это, это не от, не от Москвы до Питера съездить, как бы, это миллионы тысяч световых лет. Да, конечно. От Москвы на Сапсан сбил сколько? 3,800. Да, бля, у нас все плохо, все плохо. У нас хотят на Марс, типа, отправить, потому что ресурсов, типа, нету. Поэтому запустили, может быть, коронавирус? Да. Да, бля, а вы на Марс привезете ресурсы, сука. А что мы здесь будем делать? Тупой баран. Только попадись мне на глазах. Илон Макс. Илон Макс. Вы все, вы все просто коронавирус. Ладно, ребят, мы шутим, мы всех людей любим, всех, кто умный. Увидимся на космодроме для богатых и успешных людей. Валентина Терешкова, если бы мне маму Валентина не звали бы, я бы полностью табу бы поставил на это имя в моей жизни. Мне бабушку так звали. Терешкова? Нет. Терешкова, там, Барышникова, да? Просто человек с двумя фамилиями. Я так маме себе. Нет, я такой. Без имени, просто. Мамин Сибиряк. Мамин Сибиряк. Эй, мамин. Все, всем пока. Подождите, получается, что она первая женщина в космосе, но вторая сука какая-то. Опять нужно будет на звуке все делать. А вы плотея. Вы иногда плотея. Все? Ну нет, ну она не женщина. Давайте, типа, она носитель женского пола, потому что, во-первых, ну, типа, женщине не надо. Зачем она? Ну, потому что она не женщина, это беда. Женская функция, там, она что, в космос полетела? Вы слышали? Она уснула, блядь. Она там уснула, блядь. Ей 83, братан. Да нет, она не уснула на заседание Госдумы. Если бы она на заседание Госдумы, предлагая, вот так было бы лучше. Она в космосе уснула, потому что, типа, не вывезла на грузы, а потом, когда приземлилась, она начала раздавать людям, которые, типа, ну, они же, типа, не, блядь, на космодром приземляются, а просто в ебенях где-то. В ебенях начала людям раздавать вот эту еду в тюбиках и похавала от местной еды, типа, борща она ебнула. А нельзя было, типа, для чистоты экспериментов нельзя было. И Королев сказал, блядь, при мне больше ни одна женщина в космос не поедет. Потому что Валентина Терешкова не самый лучший был космонавт. Блядь, все зря она, блядь. Что ж, лап, блядь. Она уснула там, прилетела такая, борща была, ебанья. Еще ей ничего не рассказала, да? Да нет, мы шутим, конечно, я вообще нормально сошел. Она проста, 18 часов поедет. Я в эту штуку уже в кино не хожу, просто он спит все время там. Я говорю, за 300 рублей можно дома спать. И придумывать начинает все, такая, ну, там, да, значит, инопланетянин. Я сплю, просыпаюсь, а тут в окно мне стучат. Макдональдс, видите, там Макдональдс есть. Коровы. Ладно, ребятки, не серчайте на нас. Да, спасибо, Настя. Да, я не могу зашел. Как говорится, приходите. Комментируйте больше, потому что от ваших комментариев зависит развитие разговоров. Мы как бы исправимся. Больше тем обсудим. Все, у меня закончилось. Все, пока, бабула. Флэпмол.